Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Крачево-Черкесия. События понедельника в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Задержанные лица, которые занимались незаконным оборотом наркотиков на территории различных регионов России, дистанционным способом с использованием сети интернет. Сохранение памяти о Холокосте, профилактика предотвращения геноцида, расовая национальная и этническая нетерпимость. Эти вопросы обсудили за круглым столом в общественной палате. Переход дороги в неположенном месте зачастую заканчивается трагично. Сотрудники ГИБДД провели очередную профилактическую операцию пешеход на улицах республиканской столицы. До главного спортивного события года остаются считанные дни. Карачево-Черкесия поддержала нашу олимпийскую сборную флешмобом и развернула российский трехолок. Число заболевших стремительно растет как в целом в России, так и в регионах Карачева-Черкесии почти вдвое увеличено количество врачебных бригад для оказания медицинской помощи на амбулаторном этапе. И сегодня в республике выявлено 228 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 34 791 человек. Из них 30 954 выздоровели, 359 человек госпитализированы. В Черкесске на проспекте Ленина неизвестный произвел не менее двух выстрелов из неустановленного огнестрельного оружия в 34-летнего жителя республиканской столицы. Мужчину доставили в лечебное учреждение. В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направлены на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание подозреваемого в совершении противоправного деяния. Следственному управлению МВД Покрачево-Черкесии окончено производство по уголовному делу в отношении четырех членов преступного сообщества. Они обвиняются в совершении преступлений, покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. По версии следствия, двое иностранных граждан и двое жителей России, действуя в составе преступного сообщества в период с августа 2020 года по февраль 2021, занимались незаконным оборотом наркотических средств на территории различных регионов России дистанционным способом с использованием сети интернет. Деятельность распространителей запрещенных веществ пресечена оперативниками управления наркоконтроля регионального МВД в феврале прошлого года при осуществлении обвиняемыми закладок на территории Черкеска. В настоящее время уголовное дело направлено в Черкесский городской суд для рассмотрения по существу. Сотрудники МВД по Крачево-Черкесии продолжают оперативно-розыскные мероприятия по установлению иных лиц, причастных к участию в данном преступном сообществе. Уроки предостережения истории политиков фашистов, принесшие миллионные потери среди населения. В Общественной палате республики прошел круглый стол. На нем обсудили вопросы о сохранении памяти о Холокосте, профилактике и предотвращении геноцида расовой, национальной и этнической нетерпимости. Подробности у Али Баташева. В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, Международный день памяти жертв Холокоста отмечают с 2006 года. Нацистская расовая политика и антисемитская идеология начались в Германии с момента прихода Гитлера к власти в 1933 году. Принятие нюрнбергских законов, закона о гражданине Рейха и закона об охране германской крови и германской чести фактически лишили гражданства евреев и дали старт на массовое их преследование, а затем и на полное уничтожение. Только на территории Украины от рук нацистов погибло более 1 миллиона 400 человек, человек. В Литве и Латвии около 300 тысяч человек. Сегодня говорят, в Великой Отечественной войне принимало участие каждый четвертый, каждый пятый, каждый десятый, а может каждый второй. Вот чтобы не было вот этого дела, мы решили полностью в своих книгах показать, доказать, кто, где, как воевал до наград, до мест, где захоронение, до памятников. Участники круглого стола говорили о недопустимости искажения истории и важности сохранения исторической памяти, помнить героев, мужественно сражавшихся за нашу родину, не забывать о тех, кто помогал жертвам насилия и их детям, несмотря на то, что это было трудно и опасно. Таких примеров отваги человечности в Карачаево-Черкесии было немало. До сих пор благодарные потомки еврейских детей помнят об оказанной помощи со стороны представителей народов республики. Сохранение исторической памяти, сохранение верности традициям, сохранение того уровня патриотизма, в котором воспитывались мы с вами, и его достижение нашими детьми, это наша будет с вами одна из основных задач и целей. В настоящее время в России реализуется крупномасштабный проект «Бессрукодавности», направленный на сохранение, на расследование жертв среди мирного населения, народов Советского Союза, я подчеркиваю, народов. И вот трагедия Холокоста, которая затронул евреев Советского Союза в первую очередь, она тоже очень значима и в данном контексте, в контексте реализации проекта «Бессрукодавности». Круглый стол был организован Министерством по делам национальности, массовым коммуникациям и печати совместно с Общественной палатой и Карачаево-Черкесским еврейским культурным центром «Лихаим». Али Баташев, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. Ну а сейчас время прогноза погоды с словом нашим синоптикам. Карачаево-Черкесия Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночи минус 3-5, а днем 4-6 градусов выше нуля и на дорогах гололедица. Впервые в Черкесске выставка страны обезьян и пушистиков. Мартышки и громки, карликовые бегемотики с 19 января по 28 февраля в Центре развития предпринимательства на Горького 8. Не пропустите в Минеральных водах сельскохозяйственная выставка «Агрокавказ». Огромный выбор техники, СЗР, семян и удобрений, продукции для животноводов. 300 участников и экспертов агрорынка. Со 2 по 4 февраля в выставочном комплексе Минводы Экспо. На территории Карачао-Черкесии сотрудниками госавтоинспекции проводится второй этап профилактической операции «Пешеход». Ее основными задачами являются выявления, пресечения и профилактика нарушения правил дорожного движения с участием пешеходов. В рейд с сотрудниками ГИБДД отправилась и наша съемочная группа. Репортаж Мурата Джанкесова. На транспортных артериях республиканской столицы в рабочие дни всегда оживленно. В городе много светофоров и пешеходных переходов. Среди самых распространенных нарушений переход дороги в неположенном месте. В большинстве случаев пешеходы становятся жертвами ДТП из-за своей беспечности. Особенно вот в таких местах, где мы сейчас находимся, то есть три полосы движения, пешеходам надо убедиться, что все три полосы транспорта остановились и их пропускают. Основные причины ДТП наезда на пешехода являются именно вот это, что они выходят из-за машины, вторая машина не останавливается. В основном из-за этого убивают пешеходов. Во время съемок прямо на наших глазах люди смело бросаются под машины, желая сэкономить несколько минут и быстрее перебежать дорогу. Один из таких торопых пообещал больше не нарушать правила перехода проезжей части. На пешехода административное наказание несет предупреждения или штраф в размере 500 рублей. Нарушать я больше не буду. Ну, чтобы было поменьше чрезвычайных проезжей вести каких-то, нужно не нарушать правила дорожного движения. Статистика ДТП напоминает боевые сводки с фронта. С начала текущего года в республике зарегистрировано 29 ДТП, в которых погибло 8 человек. 38 получили ранения различной степени тяжести. Из 29 дорожно-транспортных происшествий, совершенных с 1 по 27 января текущего года, 4 были связаны с наездами на пешеходов. Одно со смертельным исходом. Обращаемся ко всем участникам дорожного движения, как водителям, так и пешеходам, с просьбой соблюдать правила дорожного движения. Профилактическая операция «Пешеход» в республике проводится ежегодно на постоянной основе и напоминает участникам дорожного движения о правилах и мерах осторожности на дорогах и пешеходных переходах. Мурат Жантьюзов, Максим Долгов, Вести Карачаева, Черкесия. Уже в эту пятницу торжественно откроются 24-й зимние Олимпийские игры в Пекине. Видеотрансляцию церемонии в прямом эфире покажет телеканал «Россия-1». Олимпиада должна была объединить спортсменов и болельщиков со всего мира, но пандемия вновь омрачила спортивный праздник. И даже те счастливчики, которые попадут на трибуны, не смогут ощутить настоящую атмосферу игр и как следует поболеть за спортсменов. Зрителям запрещено кричать поддержку атлетов, обниматься и нарушать социальную дистанцию. Но чтобы поддержать команду России, в регионах устраивают флешмобы в поддержку олимпийцев. Светлана Шаганова окунулась в предстартовый праздник главного спортивного события. Пекин уже встречает олимпийцев. Объекты зимней Олимпиады готовы к новым рекордам. Да и спортсменам уже ох, как хочется опробовать современные трассы и катки. Олимпийской сборной России очень нужна поддержка. Спортсмены вновь без гимна и флага, без шумных болельщиков с плакатами и аплодисментами. Наша сборная вновь выступит на Олимпиаде под названием Олимпийского комитета России. Карачаева Черкесия в лице регионального отделения партии «Единая Россия» Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике Черкеска поддержала команду флешмобом и развернула российский триколор. Я считаю, что настрой, как всегда, в нашей команде боевой. Наш флешмоб направлен в поддержку нашей олимпийской команды. Несмотря на эти всевозможные ограничения, я не сомневаюсь, что наша команда добьется блистательных успехов и замечательных побед. Удачи в нашей команде. Олимпийский символ – пять колец. Они объединяют лучших спортсменов планеты. Активисты волонтерского центра «Единой России», молодогвардейцы, воспитанники спортшкол Черкеска, депутаты парламента приняли участие и выстроились в Олимпийские кольца. Многие с нетерпением ждут этого зрелища. Ведь Олимпиада – это уже больше, чем просто турнир. Это больше, чем спортивное соревнование. Больше, чем культурное мероприятие. Олимпиада – это целая жизнь. Мы рассчитываем на то, что наши ребята в медальном общем зачете будут как минимум в тройке. Что касается спортсменов и поддержки им, ну, конечно же, сейчас в силу того, что наши спортсмены вынуждены выступать без флага, без гимна, конечно же, это их дополнительно мотивирует. Но и мы со своей стороны хотим показать, что нам не безразлично то, в каких трудных условиях они находятся. И, конечно же, мы не можем физически участвовать вместе с ними на соревнованиях, но наша моральная поддержка, наши переживания, наше волнение – оно с ними. Олимпиада придет в каждый дом, и мы станем, хоть и виртуально, но ближе к Пекину. И на три недели погрузимся в этот масштабный спортивный праздник, которого ждем четыре года. Я желаю удачи нашим ребятам, побольше медалей на Олимпиаде. Какой вид спорта зимний тебе нравится? Хоккей. Хоккей. Так, что пожелаем нашим олимпийцам? Победы. Болеем за нашу команду и желаем больше побед. Вам какой вид спорта зимний нравится? Бетлан. Я желаю нашей команде только побед и только самых больших успехов и побольше золотых медалей. Мы самые лучшие. Россия! Россия! До главного спортивного события года остаются считанные дни. Лучшие спортсмены мира разыграют 109 комплектов наград в 15 зимних видах спорта. Команда России одна из фаворитов на олимпийские медали. Россия! Вперед! Команда мороз сяжи, команда без коньей мы не живем. Светлана Шаганова, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Таким был понедельник, Карачаево, Черкесия, а прямо сейчас новый сезон сериала «Скалифосовский». Приятного просмотра и ждите вести. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...